Первое радио Добрый день, дорогие друзья! Действительно, на первом радио программа «Вопрос ребром» у микрофона Марк Кричевский. Сегодня у нас лидер партии «Наш Дом Израиль» Виктор Либерман. Господин Либерман, добрый день! Добрый день и с праздником! Ну, с праздником всех женщин и их мужчин тоже. Ну, а давайте теперь... И с праздником Пурим тоже. И с праздником Пурим тоже. Да, Далаяда и все такое. Но давайте как-то праздничные темы. Вы знаете, отошли на второй план. Так уж получилось. Давайте вот с главного. Давайте с главного. Хотя главного у нас огромное количество. Скажем так, что для вас более важно? Инициатива президента по нахождению компромисса или заявления милуимников, которые мы с вами слышали. Вот если поставить это и это на одни весы, на что бы вы обратили внимание, как на более важное? Для меня главное это, наверное, что все последние события заставляют нас все-таки попытаться стать нормальным государством. Что такое нормальное государство? Не просто какой-то компромисс. Ради компромисса как-то снизить тут напряженность. Нам нужно принять Конституцию. Нам нужно создать Конституционный суд. И у нас необходимо ввести обязательную или военную службу, или гражданскую для всех. Сегодня в кабинете заседают люди, в военном кабинете, которые никогда не служили в армии. Ни их дети, ни их внуки не служат и не будут служить. И это аномальная ситуация, при которой как бы судьбы государства принимают люди, которые сами не вносят свою лепту. Она не может продолжаться. Это для меня самое главное. Конечно, другое самое главное это попытка премьер-министра уйти от ответственности и все свалить на кого-то. То есть я видел все эти оскорбления, которыми засыпали буквально его приближенные министры, его сын, лучших летчиков и боевых летчиков в Израиле, лучших наших спецназовцев. И он как бы этого ничего не слышит, не видит. У него одна претензия только к милымникам. Вы не можете, вы не должны. Как это так? Да, я тоже считаю, что можно выражать политический протест, но это ни в коем случае не нужно переносить на армейскую службу. И все обязаны являться на армейскую службу. Но вместе с тем я могу понять этих людей. Те, кто их оскорбляет, опять-таки люди, которые далеки от того, чтобы хоть что-то сделать именно на военном поприще. Чтобы люди, которые в большей части никогда не воевали, не знают, что такое бой, не знают, что такое давать приказы непростые, не видели, каких товарищей гибнут рядом с ними. Их засыпать такими оскорблениями, ну это просто полное безумие. Да, это действительно полное безумие. Как бы вы прокомментировали слова Эрци Олеви, и потом мы бы уже поговорим о Левине и так далее. Вот начальник генерального штаба, который вот вроде как на закрытом форуме, но у нас нет закрытых форумов, потому что, мне кажется, люди хотели, чтобы их услышали. Заявил, что правовую реформу можно считать началом конца. Вот я понимаю, что вы не комментируете чужие слова и так далее, но тем не менее, когда вы слышите, начальник генштаба говорит, это начало конца. Что вы думаете как гражданин? Даже не как там лидер, а как гражданин? Вы знаете, я знаком с Эрци Олеви, когда ему было лет 15-16. А, вот так? Да, его отец был очень близкий друг, покойный его отец. Я не верю, что он это сказал. Я не знаю, кто опубликовал, как опубликовал, на чем эта утечка основывается. У нас много фейк-ньюс. Но я лично очень хорошо знаю Эрци и много лет. Я говорю, ну просто очень много лет, и в том числе в мою бытность министром обороны. Он был начальником военной разведки, и нам много раз переходило в качестве министра финансов. Он отвечал в качестве замначальника генштаба за бюджет армии. Я не думаю, что он это сказал, я не верю, что он это сказал, и нужно к этому относиться как фейк-ньюс. Кто это да говорит, это говорит насрало. Мы слышали насрало, мы слышали заявление официального пресс-секретаря МИДа Ирана. Им это подходит. Окей, хорошо. А теперь давайте поговорим вот о чем. Вот это так называемая правовая реформа. Вот кто в ней главный, а кто, так сказать... А кто ведомый. А кто ведомый. Потому что есть впечатление, что Бенемин Натаньягу, может быть оно ошибочное, вы скажете, хочет как бы все остановить, притормозить. Но Ярив Левин, шантажировав тем, что он развалит правительство, не дает ему это сделать. На ваш взгляд, так это на самом деле, или это игра двух людей, чтобы запутать ситуацию? Во-первых, все, что вы сказали, ошибочно с самого начала. Вот, окей. Я попытаюсь внести ясность. Нет никакой реформы. Есть целый набор персональных законов, которые Натаньягу проводит в своих личных интересах. Это когда мы посмотрим все те законы, которые всплыли за последний месяц. Ну, вы знаете, человек, наверное, потерял и стыд, и совесть, и все. То есть давайте начнем. Последние дни он проводил два закона. Первый закон это то, что он может получать пожертвования на юридические расходы. И на здравоохранение. На медицинские. Ну, поймите, что это вот самая прямая коррупция. Покажите мне одного бизнесмена, который не захотел бы пожертвовать деньги премьер-министров на его юридические, там неважно. Или на здравоохранение его жены. Да, или на медицинские расходы. Ну, понятно, что это просто бред, который вообще, мне кажется, какой-то, не знаю, такой вот очень черной комедии. То же самое он провел закон, что ни в коем случае его нельзя объявить как бы неспособным исполнять должное, не исполнять функции премьер-министра, то, что называется невцарутное в рите. Причем этот закон, они в царуте, это правильно назвать законами Рива Левина. Законами имени Рива Левина, поскольку если объявят, что Натаньяу не способен исполнять функции премьер-министра, автоматически Рив Левин, который является зампремьером, входит в его кресло. То есть он подстраховался от Рива Левина? Безусловно, там явно прошла не черная кошка, а черный бык, такой здоровый. Поскольку я посмотрел, кто толкает этот закон, а не в царуте, то есть невозможности исполнять обязанности. Его лично Натаньяу, и Рив Левин как бы совершенно в стороне. Потому что его, он не заинтересован в этом. Я не знаю почему, но это факт. То же самое 10 дней назад, в обстановке, когда у нас цены растут, когда учетная ставка подскочила, люди задыхаются, не могут выплачивать мошканты. Натаньяу дважды собирает финансовую комиссию, чтобы утвердила расходы ему и его супруги на макияж, на прическу, расходы по двум домам в Кесарии, в Рихаве, в Иерусалиме. То есть это нет никакой реформы, есть целый ряд, набор законов. Они являются непоследовательными, не являются единым целым, а целый ряд законов. Они так и называются, закон Дерри-1, закон Дерри-2. Окей, но кто их инициировал? Герим Левин? Ну, безусловно, Натаньяу, если хотел бы, мог бы остановить, но он сейчас как бы играет двойную игру и пытается то, что он больше всего любит, в самый решающий момент пожертвовать Еривом Левином. Так это сегодня вырисовывается. Натаньяу сначала с пены у рта доказывал, что самое важное для Израиля именно принять закон Дерри-1, Дерри-2. Он приходил к нему домой, приходил на свидание фракции ШАС. Потом он убил, что самое важное, это чтобы утвердили ему расходы на прическу его и Сары. И, конечно же, чтобы содержание двух его личных домов оплатили. И каждый раз он что-то там находил новые аргументы, пытался доказывать, что именно так и должно быть. А сейчас он вдруг отошел и как бы сваливает на Ерива Левина, причем утечка, которая идет с коридора власти. Что, мол, все министры, которые, наверное, также хотят избавиться от Ерива Левина, говорят, он нас завел в тупик, пускай уходит. Нужно найти компромисс. Есть теперь компромисс, который я слышу, надеюсь, что это не правда, это никакой не компромисс, это тоже какой-то набор каких-то там абсолютно несвязанных, нелогичных законов. Вы имеете в виду компромисс, который сегодня был опубликован от президента? Опять-таки президент сказал, что это им не тот, есть несколько вариантов. Все это выглядит просто сегодня, вот просто, знаете, это как тут залатали дыру, там какая-то дырка, вот тут что-то приклеить, тут заклеить. В этой связи возникает вопрос, вот как ни крути, знаете, как я не люблю действующим политикам говорить комплименты, только вот когда они уходят, но тем не менее. Я не собираюсь уходить. Да нет, поэтому никаких комплиментов. Но тем не менее возникает вопрос, зачем? Вот кому это было нужно? Потому что, как ни крути, можно по-разному относиться к вашему правительству, наверняка можно было его во многом критиковать, нормально. Но было тихо, спокойно, как сказала моя супруга, полтора года я не смотрела новости, потому что работали скучно. Работали скучно, скучно было в стране. Мармарк, простите, я вот опять-таки сегодня, наверное, с день не согласен, абсолютно не согласен. Во-первых, мы оставили экономику, когда в плюсе было 10-11 миллиардов шейки. Скучно это не значит плохо. Да, значит, второе, давайте вспомним, те надбавки нашим пенсионерам, которые жили на социальное пособие, всем пережившим катастрофу, солдат, добавка 50% солдатов и так далее. Очень много было переделано. Более того, мы предупреждали, я у вас в студии, послушайте все, за последние полтора года мои выступления, предупреждал, что именно так и будет. Это именно все, что сегодня происходит. Почему? Зачем это было надо? Люди получили хорошую... Почему им надо? Натаньяо хочет решить свои личные юридические проблемы, как и Ария Дерри. Есть два основных стержня этого правительства, этой коалиции. Ария Дерри и Бенеми Натаньяо. Оба они запутались в каких-то там юридических своих расследованиях, судебных тяжбах и многое другое. И они хотят это закрыть. Сейчас, придя к власти обратно, первое, что они хотят, решить свои личные юридические проблемы. И из-за этого это все началось. Это было основной причиной. Вы знаете, сейчас вбросили уже не фейк-ньюс, а целые фильмы, цитаты Натаньяо. Я помню, в разгар суда, который был надо мной, Натаньяо пришел тогда к председателю Верховного Суда, Дарит Бенеш. И опять-таки, как всегда, с пены у рта, да здравствует израильский суд, самый гуманный в мире, самый справедливый, самый честный. Причем прямая речь его, это все разошлось по всем. Ну, то же самое, когда суд на Дольмер там был. Да. То же самое. Да, безусловно. Премьера, которого обвиняют. Да, да, он не может. Он не может оставаться. Да. Понятно, что это все личная инициатива вот этих двух персонажей, которые... Ну, не может быть. Вот вы знаете, вот вы говорите, вот вы не соглашаетесь со мной, а я не могу согласиться с вами, но не могу вам поверить, что все это, этот балаган, те экономические проблемы, о которых мы говорим после рекламы, то, куда мы все, извините, спускаемся только из-за юридических проблем двух персонажей, но так не бывает. Ну, к сожалению, бывает, вы знаете, я, говорю, выступал тут у вас в студии, никто не верил. Я говорю, вот точно, что произойдет, ни вы, ни радиослушатели, к сожалению, не верили. Ну, я не верил, честно. Да, вот именно то и произошло. Мы еще не говорили про все, что с точки зрения религиозного диктата, все эти безумные инициативы, которые мы уже видим. Игре на игре, про игру на гитаре, да. Да, и хамец, и ровенадские суды, и все что угодно, и отмена закона обозвращения, все что угодно. Ну, и вы хотите сказать, и мы идем на рекламу, что вы все это предвидели? Ну, я не то, что предвидел. Ну, нельзя это предвидеть было. Ну, можно было прослушать все наши записи и убедитесь, что все это можно было предвидеть. И все, более того, я предупреждал, включая из микрофона этой студии. Ну, ладно, дорогие друзья, я напоминаю Виктор Либерман в нашем эфире, лидер партии «Наш Дом Израиль». После небольшой рекламы мы вернемся. Вопрос с Вибром. Реклама. Оптика Альперин празднует 34 года в честь праздника оптические и солнцезащитные оправы, участвующие в акции за 34 шекеля. Оптика Альперин, ведущая в Израиле сеть магазинов оптики. Согласно с тобой? Только до 15 марта в сети магазинов «Оптика Леон». Вас ждут особые скидки на новые модели мультифокальных линз «Роденшток» и «Цейс». «Оптика Леон». Женский день празднует вкусно, а вкусно с Мадонеймания. Креветки большие очищенные 59,90 за килограмм. Фили лосося премиального качества 44,90 за две пачки по 150 грамм. Равиоли с грибами или с сыром 19,90 за полкило. Торт «Брон Сибирь» 64,90 за 800 грамм. В соответствии с условиями мероприятия. Микут Машкантаот. Информационный центр по получению Машкант из Суд. Машканта на понятном языке. Звоните звездочка 2324. «Оптика Альперин» празднует 34 года. В честь праздника солнцезащитные очки, участвующие в акции за 34 шекеля. «Оптика Альперин». Ведущая в Израиле сеть магазинов «Оптики». Согласно с тобой? «Магнетик» – новое поколение магния. «Магнетик» – крем для тела, богатый магнием для ежедневного использования. Сохраняет энергию и снимает мышечное напряжение. Зачем принимать очередную таблетку? Вся сила природы в креме «Магнетик». «Магнетик» – крем для тела, богатый магнием для ежедневного использования. Для заказа ищите «Магнетик» – магниевый крем в Google. Реклама Вопросы бывают простые. «Дэри, what are you doing?» Серьезные. И что вы думаете, она сказала? Бестактные. Ситай. Откруточка, а? Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром». Ну, это так вам напоминалка о Виктор Либерман нашем эфире. Давайте так. Предположим, вот предположим, вы могли себе представить, долго работая с этими людьми, зная их уже десятки лет, как оно будет. Но вот что я не могу, во что я поверить, что эти люди, да и, наверное, вы могли ожидать вот такого общественного протеста, который мы наблюдаем, и что эти люди пойдут, ну, вот так далеко. Абсолютно согласен с вами. Первый раз. Да, никто не предвидел, я тоже не думал, но тут волна возмущения со стороны людей, которые действительно служат в армии, делают милуим, работают, платят налоги. От такого цинизма, от такого абсолютно, абсолютной потери совести и вывела на улицу. Просто действительно возмущение, она захлестнула всю страну. Причем, я говорю, это не только Тель-Авив. Я был на прошлой неделе в Аждоде, я слышу от своих депутатов в Китахтыкве, в Натании, в Бершеве, повсюду, по всей стране. Честно, тут какая-то сложилась абсолютно идиотская ситуация. То есть, вот, как Гаф не сказал, мы разделим страну на два, на две группы. Одни пойдут в армию, другие пойдут в Вишивы. Причем, те, которые идут в Вишивы, их нужно, с одной стороны, и охранять, а с другой стороны, и финансировать. Они говорят, нет, это все еще мало. Посмотрите, как переспределились бюджеты. То есть, увеличили на 50% стипендии учащихся Вишив на вот это образование, где запрещено изучение основных предметов. Добавили 2,5 миллиарда шекелей. Гаф не говорит, меньше 5 не будет. Я председатель финансовой комиссии, у вас не будет бюджета. Или вы дадите 5 миллиардов шекелей. Вместо того, чтобы эти 5 миллиардов шекелей вложить в студентов, в ученых, в исследования, в АйТек. И да, и это все вызвало действительно у людей такой гнев. Я встречаю людей, которых никогда не думал, что они выйдут на демонстрации. И они сейчас все поднялись. И я думаю, что это уже не успокоится и не уляжется. Даже если будет какой-то компромисс. Окей, в этой связи вопрос. Мы много читаем об экономическом ущербе. Ну, вы вот последние полтора года были министром финансов. Вот экономические ущербы, все, что с этим связано, рост цен и так далее. Давайте вот, почему, собственно говоря, так переполошился бизнес? Почему так переполошился Хайта? Почему начал говорить человек, который 20 лет молчал, там шло модоврат, который молчал 20 лет, это самый главный наш инвестор, самый большой, крупный в сфере хайтыка. Почему они начали говорить, хотя раньше, в общем, они просто зарабатывали деньги, ну и все. Смотрите, главным фундаментом для нормального, прочного, успешного бизнеса это является стабильная юридическая система. И чем она более прозрачная, чем она более стабильная, чем она более престижнее, бизнес идет более и более охотно. Это же не случайно, что вот когда то, что называется арбитраж, вот большие мировые компании, когда они подписывают контракт, всегда есть специальный параграф арбитраж. Это всегда или в Англии, или в Лондоне, или в Стокгольме, как правило. Почему? Потому что и английские суды, и шведские суды действительно пользуются очень большим уважением, престижем во всем мире. И все исходят из того, что если там будет решение суда, это будет честное, неподкупное, без всяких там комбинаций и так далее. И то же самое тут, крупный мировой бизнес. Говорит, если тут Натаньяо, в чем главное, я думаю, это люди тоже не понимают, в чем главное вообще ядро вот этой затеи юридической. Получить контроль над Верховным судом. Если Натаньяо получит контроль над Верховным судом, это главная задача. Вот все там, так сказать, домовая завеса, это, это, а в конце остается вот сердцевина. Сама суть вопроса, это получение контроля над Верховным судом. Если я бизнесмен, который не поддерживает Натаньяо, очень мне нечего там заранее искать в этом суде. А если я бизнесмен, который поддерживает Натаньяо... Не поддерживает, а помогает здоровью семьи. Да, помогает здоровью семьи. Или помогает покрыть юридические расходы. Понятно, что тогда и суд будет решать в его пользу. Основная вообще, так сказать, затея во всей этой истории, это получение полного контроля над Верховным судом. И над комиссией по назначению судей. Да, но неужели он этого не понимает? Потому что, вот вы знаете, вот в протесте пилотов есть же еще один момент, который очень пока мало говорят, но он существует. Дело в том, что, как сказал Аллан Дершевиц, который раньше был большим сторонником Натаньяо. Да, он заявил, что Верховный суд это железный купол юридической системы, которая защищает наших солдат, политиков и так далее. То есть, получается, он же забирает этот железный купол у тех пилотов, которые завтра должны лететь на боевое задание, чтобы послезавтра оказаться... Которые вчера летели. Да, вчера летели, да, бомбили. Чтобы послезавтра оказаться где-то в Лондоне или в Париже арестованными. Неужели об этом никто не думает? Думает, но для Натаньяо, знаете, был уже прецедент. Государство это я. После меня потоп. Не, ну не до такой степени. Ну, именно до такой степени. Я так говорю, с полной ответственностью. Это именно тот самый случай. Окей. То есть, давайте тогда вернемся к экономике. Вот смотрите, когда в начале января экономист написал, что израильская экономика там четвертое место в мире. Все, когда я помню, Натаньяо сказал, что он получил экономику в разрушенном состоянии. Тут же вышел номер экономиста и больше об этом он не говорил. Но, тем не менее, вот рост курс шекеля ударит по всем. Цены ударят по всем. Вот на ваш взгляд, вот все-таки, неужели вот люди не могут одно с другим, дважды два сложить, которые вот выступают за эту реформу. И, с другой стороны, есть ликутники, которые, ну, тоже видят реальную жизнь. Ну, это же как бы, ну... Вы знаете, я могу исходить только из тех опросов, которые публиковало израильское телевидение, СМИ различные. Больше трети проголосовавших за ликут не поддерживают эти... Извинения, скажем так. Скажем так, эти инициативы, юридические инициативы. То есть, сегодня абсолютное большинство граждан Израиля выступает против всех этих инициатив Иерии Валевины и Натаньяу и Дерри. То есть, да, у них есть большинство в Кнессете, но большинство народа абсолютно настроено против. Насколько это важно? Давайте так, вы очень много... Я прошу прощения, вы очень много лет в политике. Вот насколько важно давление улицы? Или можно его игнорировать? Нет, оно очень важно. И в тот момент, когда правительство теряет поддержку со стороны большинства населения, неважно, какое у них преимущество в Кнессете, вот тогда оно обречено и раньше или позже упадет. В тот момент, когда ликут и все партии, которые входят с ним в коалиции, по всем вопросам, у них будет только 50 мандатов, а не 64, как это сегодня, оно упадет. А почему? Как это работает? Потому что любой политик, прежде всего, хочет, или большинство политиков, думает, как он изберется в следующий парламент, как он попадет в следующее правительство. И они понимают, что если сегодня в Ликуде 32 места, а там, скажем, какой-нибудь опрос показывает, что у них сейчас только 20 мест, 12 человек окажутся вне игры, они будут готовы пожертвовать Натаньяут, в тот момент они будут готовы, пока Натаньяут держит позиции в районе 30 мандатов, ничего не будет. Когда упадет до 20 мандатов, никто не задумывался, даже с большой радостью, я сказал бы, им пожертвовать. То есть, сегодня, если во фракции, или, помимо самого, Натаньяу из 31 депутата, я думаю, из 31 депутата 30 будут готовы им пожертвовать, просто не моргнув их глазом. Но он же это прекрасно понимает. Он это отлично понимает, именно поэтому он и эксплуатирует всякие эмоциональные элементы. Знаете, вот это забытый тот самый джинн из бутылки, который он пытается выпустить. Ашкеназы. Ашкеназы, сифарды, русские марокканцы, элита, второй Израиль. Именно на этом, когда спрашиваете, почему еще до сих пор поддержка, поскольку не разжигает вот это противостояние внутри народа, эксплуатирует именно этот момент. Но, по большому счету, вы знаете, экономика, в отличие от баталии в Кнессете, это цифры. И цифры, они очень тут упрямая вещь. Факт упрямая вещь, цифры упрямая вещь. То, что за два месяца, чуть больше, два месяца, там и неделя, это правительство ввело в страну в полный хаос. Ввело эту страну в такой внутренний разлад, разнобой, которого никто никогда не помнит, как можно за два месяца. и экономика сейчас это все переводит в цифры. То есть, если курица, если мясо, курятина подскочила, там, не знаю, на 45%, яйца на 16%, электричество. Когда люди голосовали за Натанья, он что обещал? Йокер и Лихия, да. Снизить дороговизм на жизнь, понизим цены на электричество. Про реформу вообще они не говорили, да. Заморозим мать, ипотечные суды. Ну и, конечно, борьба с террором. Борьба с террором, борьба с насилием на улицах. Криминал подскочил там на десятки процентов. К сожалению, у нас уже в терроре за последний месяц погибло 14 человек. Это просто невероятно, что происходит. И поэтому... Тут возникает тогда вопрос. Ну ладно, давайте про экономику. Все-таки как бы у вас эта тема важная, больная. Вот сколько это может продолжаться? Давайте так. Месяц. Вот сейчас все будет дорожать перед Песохом. Уже Нирбаркат об этом заявил, министр экономики. Сколько это может продолжаться? И когда... Это не может. В течение 4-5 месяцев мы... У нас нагрянет такой экономический кризис, что основная масса демонстрантов уже и демонстрации будет не о каких-то юридических потугах на Таньяо или Вина, будет на экономические темы. Поскольку... Марши пустых кастрюль, типа? И марши пустых кастрюли, коттеджей и все что угодно. То есть... Причем они явно обманывают и публику, и народ. То есть утвердили бюджет, которого еще никто не видел. Вы знаете, первый раз за всю историю Израиля. Я не помню такого, чтобы утверждали. Бюджет, когда на столе бюджета нету. То есть было чистое белый лист бумаги. Вот это то, что называется хуверет. То есть тетрадка, где ты можешь посмотреть источники дохода, статьи расхода, какая запланирована, какие поступления запланированы. Ничего этого не было. А за что они проголосовали? Проголосовали за бюджет. Какой бюджет? Натаняу сказал, будет бюджет, такой будет прекрасный, будет минимальный дефицит в 1%. Я вам говорю, тут записывается, снова смогли проверить. бюджет не будет меньше 3%. В 3 раза больше, чем они говорят, как минимум. В 3 раза больше. А что касается, вот давайте так, хотел бы с вами обсудить вот влияние Бенгвира и Смодрича на это правительство и на то, что вот 9 миллиардов, которые типа получил Бенгвир, они реальные? Они нереальные, по сути, их невозможно использовать. Поймите, чтобы использовать 9 миллиардов шекелей, прежде всего на мобилизацию полицейских, это долгая кропотливая работа, поскольку никто не хочет там мобилизовывать работников на кухню, хотят боевых таких отборные полицейские силы, то, что на еврейке называется я сам там и так далее. Ну да, спецназ полиции, да. Не спецназ, а просто которые готовы воевать с организованной преступностью, с насилием в арабском секторе, не просто там бухгалтера или повара на кухню в полицейской форме. Есть определенные критерии, то есть критерии должен быть выходец из боевых частей, профиль минимум 82, аттестат зрелости до 28 лет, никаких приводов в полицию и так далее. Когда ты смотришь по всем критериям, а сколько каждый год таких ребят вообще освобождается? Они говорят 4000 человек, ну найдите, покажите мне где эти 4000 человек. Более того, с такими критериями у них много опций, не обязательно полиция, почему именно полиция. Есть много вариантов, когда ты просматриваешь, какие критерии набрать, просто мобилизовать таких полицейских, но их нет таких 4, и они тысяч, они реально не существуют. Окей, ну все-таки про смотри чайбангвира я бы хотел с вами поговорить, потому что ну создается впечатление, что те заявления смотрича, то отношение к смотричу и бенгвира со стороны американской администрации, в общем, очень-очень-очень-очень бьет по всей стране, и не только по этому правительству. А Виктор Либерман в нашем эфире после небольшой рекламы мы продолжим. Вопрос Либром Реклама Самое время купить новую мебель. Амерказа Исраили Лериут приглашает обновить интерьер. Фирменная мебель по самым выгодным ценам. Быстрая доставка. Амерказа Исраили Лериут. Решен лицион Мушелеви 10. Только второй и третий этажи. А цветы? Авторские букеты, цветочные композиции на любое торжество в любой день и даже в шаббат предложат вам Сфата Прахим. Мы говорим на языке цветов Сфата Прахим Абанаин 4 Аждот Напротив форума 088-52-39-66 Специально к празднику возможность оплаты до 100 платежей начиная всего от 400 шекелей в месяц. Сентр Кар Азур Дерыха Шива 9 03-558-54-58 Rest and Relax Это ваша мебель. Реклама Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Виктор Либерман на нашем эфире. Вот мы с вами... Я вспомнил про осмотр речей Бенгвира. Вот вы знаете, я говорю, у меня по отношению к этой хаваре нет ни одного хорошего слова. Но когда министр говорит, что она должна быть уничтожена, стерта с лица земли, это не министр, это трепло какой-то и большой дурак, как сказал, кстати, посол США в Израиле. Вот что вы можете сказать об этих уважаемых господах, министрах и так далее? Я вам скажу вещь куда более тревожная. Я тоже не упомню на своем веку, я был много лет и министром иностранных дел, сделал на заседаниях правительства с 96-го года, что премьер после уже два с половиной месяца, как вошел в должность, ни он, ни министр иностранных дел не получили приглашение посетить Вашингтон. Это беспрецедентно, для Израиля такого не бывало. И это самое страшное, смуту, черт с ним, маргинала, такое явление, тут он есть, завтра его не будет, но то, что премьер-министр Израиля и министр иностранных дел до сих пор даже приглашение не получили приехать в Белый дом, это говорит о многом. Это полный коллапс, полный крах внешнеполитической линии. Более того, возьмите безопасность. Вы помните, Натаньяу выступал в ООО, он привез большой плакат, красную черту провел. Помните, где он провел? 20% обогащения урана. Сегодня мы видели заявление МАГАТЭ 84%. Мы слышали заявление зам министра обороны США, секретаря по безопасности, который сказал, что Иран меньше, чем за две недели может обогатить Иран на уровень, необходимый для создания одной бомбы. Где это все вдруг? Вдруг Натаньяу не говорит ничего про Иран, он все время разногольствовал про Иран. Ты сам провел эту черту в ООН, с трибуны ООН, не просто там в узком кругу. Провел 20%, 84%. Что ты делаешь для этого? Я смотрю... Но с другой стороны он может сказать, не ваше дело, это все в закрытых кабинетах. В закрытых кабинетах, когда дойдет до 90%, какой еще закрытый кабинет после того, как ты красную черту провел, и ничего не происходит. Более того, заявление пресс-секретаря Иранского МИДа сказал, Израиль сам сейчас развалится, то же самое и насрало. Посмотрите, что у них происходит внутри. Они сейчас будут разваливаться. Более того, я слышу от своих друзей, говорит, не нужно никакого бинокля. Все оперативники, все террористы Хизбалла сейчас дислоцируются вдоль нашего забора, вдоль границы. Видно, даже без бинокля ничего не происходит. То есть, это полный коллапс и в сфере внешней политики, и в сфере безопасности. И, конечно же, мы говорим и про экономику, и про внутреннее состояние нации. Когда сын премьер-министра называет этих демонстрантов террористами, анархистами... А они не понимают, что они таким образом дают этим людям мотиваться. Эти люди... Знаете, человек, который прошел НТБ, а эти ребята тоже написали, и когда их называют анархистами... И кто? Да, да, да. Но эти люди не будут это терпеть. Их надо на руках носить, памятники ставить, песни сочинять, но никак не называть анархистами. Проблема, что это создает такой имидж Израилю, что действительно никто сюда не хочет вкладывать. Вы знаете, вчера, позавчера говорил со мной один из самых больших израильских бизнесменов. Говорит, послушай, у меня еще два с половиной месяца назад стояла очередь иностранных инвесторов, которые пытались вообще по протекции встретиться со мной, чтобы я разрешил им инвестировать в свои фонды. Он говорит, сейчас просто никого нету, ни одного. И те, что были, те пытаются вытащить деньги. В этой связи как это долго может все-таки продолжиться? Вот на самом деле, вот вы говорите, через 3-4-5 месяцев там будут... Я говорю, от 3 до 5 месяцев мы... Правительство развалится? Я очень надеюсь, что правительство развалится до конца года, но до того, как оно развалится, нам придется пройти через тяжелейший экономический кризис. К большому сожалению. И мне абсолютно непонятно действительно при всей этой ситуации, как, скажем, даже молодые пары, которые выплачивают Машканту. Нет сомнения, что директору Центробанка Израиля, управляющему Центробанком Израиля, придется ввиду всего происходящего еще поднять как минимум на полпроцента. Думаю, даже больше. И когда будет у нас учетная ставка базовая 5% или даже более того, но мне непонятно, как люди смогут справиться с ситуацией. Более того, я смотрю, доллар, что он ослабевает на всех мировых рынках, только в Израиле он усиливается. Что значит, доллар усиливается? Значит, все, что импортируют, стоит дороже. Большая часть строительных материалов мы импортируем, это удорожает, строительство, все, что люди заказывают, покупают через интернет, привязанно к доллару. Не говорю уже о билетах, которые привязаны к доллару. Более того, каждый человек теряет тысячи шекелей. Я говорю, пенсионные программы, вот эти всякие фонды, там, Кранот и Шталмут, Купот, Гемель, кажущие, которые имеют какие-то сбережения, он уже потерял десятки тысяч шекелей за эти два с половиной месяца. Вы знаете, газета Глобс написала о встрече, которую устроил Шлома Доврат хайтыкистом, он сам, и там присутствовал Ярий Влевин, и один из бизнесменов заявил, что я пришел очень озабоченно, а ушел вообще просто, просто не с кем разговаривать. Да, человеку говоришь про деньги, а он тебе отвечает воля народа. Так вот, скажите, вот Ярий Влевин, вы же его тоже наверняка знаете, он действительно вот, вот, человек одной идеи, он действительно настолько закрыт, я имею в виду, для того, чтобы понять, что есть другие люди, есть страна, и есть тот ущерб, который может быть нанесен. Но я не верю, он же сколько лет в политике, неужели он не понимает, что эти люди не будут говорить просто так, эти люди, в общем, за ними стоят огромные деньги, огромные коллективы и так далее. Сокончик очень амбициозный, то безусловно, он видел во всех этих шагах как бы свой маршрут на верх Олимпа, то есть стать примером для него этот маршрут в примерство, траектория, которая должна была привести его в примерское кресло, и ради этого он готов был как бы действительно тут шагать, не хочу говорить по трупам, но по стране, по стране там вообще, сказать, отбрасывать все остальные соображения. Это именно то, что он делает и сейчас. Он пытается делать, он понимает, что если реформа рухнет вместе с этой в кавычках юридической реформой, если ее похоронят, похоронят и его. И поэтому он тут будет биться до конца, будет, безусловно, держаться за каждую запятую, как и председатель нашей комиссии по законодательству Сим Хоротман. И кроме того, есть еще целый ряд людей, не совсем адекватных фанатиков в нашем парламенте, к сожалению. Это тоже интересное явление, с каждым годом все больше появляется абсолютно неадекватных депутатов. Я не буду называть имена, говорю, все больше, большее количество неадекватных депутатов. А это они адекватные. На самом деле тут еще не все просто. Если их, так сказать, предшественники сделали классную карьеру, стали министрами, то появляются на их место новые. Хорошо, в этой связи вот тот вопрос, который я задаю. Вот смотрите, что может быть, вот как вы это оцениваете, если верховный, если все это будет принято, а верховный суд это отменит. Мы же будем в таком конституционном кризисе, в котором государства еще никогда не было. Вы этого не боитесь? Очень боюсь, и мы по дороге туда. И в этот момент самой главной фигурой будет президент государства Израиль, который как бы олицетворяет единство государственность и все, что мы так ценим, и поэтому его позиция будет критически важный. То есть, то, что я жду, что президент выступит перед нацией и очень четко скажет, заявит о верховенстве судебной власти и о том, что все наши государственные учреждения, государственные структуры, кто их возглавляет, должны прежде всего подчиняться решению Верховного Суда, поскольку у нас будет с одной стороны законодательство, которое проводит правительство, а с другой стороны будет решение Верховного Суда. И я надеюсь, что любой человек, который обладает здравым смыслом, поймет, что должны все-таки принимать решение судебной системы, хотя, говорю, у меня столько претензий к судебной израильской системе, ее, безусловно, говорю, нужно менять, но нужно менять серьезно, не в угоду личным соображениям, не в угоду личным интересам. Но может нужно менять и законодательную власть, нужно менять комплексно? Я поэтому говорю, с 99-го года, с первого дня создания партии НДИ мы твердим принятие Конституции, создание Конституционного Суда, это то, что необходимо. Но ломать всю систему в угоду личным интересам, это невозможно. Окей, давайте тогда поговорим о международных. Ну, скажем так, посол США в Израиле, когда ему Шикли сказал сам затормози, когда он говорил сам затормози, он сказал некто, я не знаю кто он, сказал мне затормози, но я считаю, что много израильтян хотят, чтобы мы вмешивались вот в эти дела. Вот на ваш взгляд, с одной стороны, это конечно ужасно, что мы какие-то аборигены тупые, должен старший брат за нас все решать. Но с другой стороны, друзья ж как бы тоже для того, чтобы помогать. Вот как вы оцениваете все вот это? Знаете, наше стратегическое партнерство США основано не только на интересах военных, экономических, но и на общих ценностях. Сколько мы все время с гордостью говорили, мы единственная демократия на Ближнем Востоке, мы такая очень продвинутая демократия. И на этом основывалась наша дружба и наше сотрудничество. Сегодня, вы знаете, вот я встречался с большой группой лидеров еврейских общин США, то, что называется Вейдат Энессиим, то есть это комиссия президентов еврейских организаций. Они все в шоке. Они в шоке от всего происходящего и прежде всего все что связано с религиозным засилием. Когда говорят про выходцев из Советского Союза, нет. Изменение закона возвращения, параграф о внуках, это бьет по ним куда больше, чем по всем остальным. Когда ты теряешь поддержку еврейской общины США, что ты можешь ожидать дальше? Когда ты пытаешься сразу просто перевернуть весь Израиль по всем направлениям юридической системы и религиозное засилие, и экономику, и безопасность, что ты можешь ждать. И поэтому, когда американский посол выступает, ну вы знаете, мы должны еще понимать, что если не будет американского вета в Совете Безопасности, то мы совершенно найдем себя в другой ситуации, чтобы никаких заблуждений тут не было. И поэтому, да, диалог с Америкой, он безусловно нам очень и очень важен. А почему начинаем им хамить? Вот я говорю, можно не соглашаться с американцами? Хамить публично зачем? Мы не начинаем хамить, а именно только вот это правительство, эта коалиция, поскольку, я говорю, там часть и депутатов, и министров, они просто неадекватные люди, которые не имеют никакого опыта, никогда не находились в этих сферах, не знают, Смутрич там или кто-то другой, или Шикли, бывали за границей, участвовали в каких-то серьезных переговорах, проводили какие-то серьезные вопросы в области международной политики. Когда они как бы правильно сказали хамят, то они просто говорят о том, что это люди, которые вообще не понимают, в каком мире они живут. Окей, вот скажите, в этой связи все-таки как ни крути, получается, что вся страна стала заложником ситуации, вы считаете, что это все будет до конца года, потом это все рухнет, но не может ли быть ситуации, вот, когда с одной стороны все рухнет, а потом все это вот опять вернется? Ну, вы знаете, на иврите есть очень хорошее выражение мязицы, моток, то есть не было бы как это, не было бы удачи, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это именно тот случай. К сожалению, только остается открытый вопрос, какую цену мы заплатим, пока вернемся к этому счастью. Я говорю, меня сегодня очень волнует и вопросы вообще внутреннего состояния нашего общества, вопросы безопасности. Я считаю, что нужно очень внимательно следить за тем, что происходит на севере, за тем, что происходит с Ираном, если они чувствуют весь этот раздрай и могут попытаться провести какие-то провокации, конечно же, экономика. На ваш взгляд, надо ли договариваться с Натаньяво, потому что тот же самый Лапид, Ганс... Натаньяво абсолютно недоговорной, вы знаете, я слышал Бенни Гансу говорить, нужно сидеть, пока увидим белый дым, и нужно договариваться. Говорю, слушай, ты уже сидел с Натаньяво, уже пошел белый дым, ты привлек лучших адвокатов, составили самое подробное соглашение, Натаньяво лично подписал, а чем это все закончилось? Он тебя обманул, думаю, что в этом возрасте человек меняется, что в этот раз будет иначе, нет, будет точно то же самое. Натаньяво тебя подписал, Адерри сказал, что он тебе гарантирует, если Натаньяво поведет себя не так, он будет гарантом, как повел себя и Натаньяво, и как повелся гарант Дерри. Ну дело-то что-то все равно уж как бы как ни крути. Нужно выходить на выборы, правильно голосовать. Выборов не будет еще там год, предположим. Нужно выходить на демонстрации. Мы призываем, вот я призываю просто всех присоединяться к демонстрациям. Я, по-моему, в эту субботу буду в Натане. Все наши ребята будут и в Тахтыкве, и в Бершеве, и в Аждоде. И нам нужно понимать, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А мы утопающие. А в следующий раз не оставаться дома во время выборов, а выходить и голосовать, и голосовать правильно. Но мне кажется, многие это уже начали понимать. Вот мне кажется, потому что я, честно говоря, до этого момента, мне казалось, что люди просто не понимают разницы между теми и этими. Люди просто не понимали. Сейчас это такая шоковая терапия. Ну, может быть, иногда надо так вот взбодрить страну, а? Ну, я говорю, к сожалению, мы сейчас принимаем не то, что мы принимаем холодный ледяной душ. Это не просто взбодриться, это принять холодный ледяной душ. И я говорю еще раз, вопрос всегда цены. Какую цену мы заплатим за этот ледяной душ? И сколько это будет продолжаться? Надеюсь, что чем короче. Ну, что тут можно сказать? Обучение всегда дорого стоит. Это вообще самая дорогая инвестиция, это обучение. И я очень надеюсь, на самом деле, очень надеюсь, что это обучение в общем, кому-то так сказать, вправит мозги. На самом деле, потому что здесь не вопрос, за кого вы голосуете конкретно. Голосуйте за то, чтобы страна стала, ну, как бы вернулась в нормальное состояние. Все, что происходит сегодня, нормой называть, наверное, никак нельзя. Господин Либерман, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время к нам приехать. Действительно, кстати, вот и Пури мы 8 марта. Нас еще есть 30 секунд. Можете поздравить? Обязательно хочу поздравить всех женщин Израиля с этим очень светлым праздником, очень добрым, который мы всегда праздновали и там, и здесь. И, конечно же, с очень веселым праздником Пури. Кстати, кто знаком с Мегелат Истер, тоже начиналось все очень плохо для евреев, но потом закончилось все хорошо, так что в духе праздника сейчас все очень плохо, но все обязательно закончится очень и очень хорошо. Ну, как говорится, Альвай. Все, дорогие друзья, это была программа «Вопрос ребром». С вами был Марк Кричевский. Встречаемся в этой студии ровно через неделю. Всем пока-пока. Вопрос ребром. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...